и и здравствуйте это крома ненец и крокаст номер 30 юбилейный сразу же со старта хочу поблагодарить свое сообщество всем вам спасибо и особенно тем людям которые сделали мое прибытие в петербург очень гладким если вы это слушаете вы знаете кто вы спасибо я очень сильно благодарен вашим сообщением то что вы предложили встретиться то что вы достаточно интересные люди я теперь этот канал очень сильно ценю именно по этим каким-то критериям потому что без этого канала я бы наверное сейчас был бы чуть-чуть одиноки здесь возможно возможно нет не знаю но все же я сюда приехал и вроде бы сейчас у меня нету постоянной работы но такое ощущение что жизнь кипит то есть мне прямо уже нужно как-то распределять свои деньки потому что тут встреча вот там тут встреча вот здесь нужно сделать портфолио нужно сделать вот это отправить резюме короче жизнь кипит давно у меня не было этого чувства спасибо вам огромное и сразу же скажу все наши штампы которые мы говорим каждый выпуск под описанием к этому подкасту тире видео будет будут ссылки на мой чат в телеграме будет ссылка на канал где выходят эти подкасты иногда раньше чем на ю тубе и будет ссылка на мой патреон спасибо всем кто меня поддерживает денежкой все таки в такие моменты это мне позволяет иногда пойти и купить себе пельмешек спасибо ну и конечно же чая кстати говоря сейчас прикройте свои уши как всегда часть со мной когда записываю подкаст но давайте приступим к темам попытаемся поговорить сегодня подольше раз это юбилейный подкаст сразу вам хочу сказать что я не собирался подкаст выпускать вот сейчас вот потому что у меня появилась идейка для видео достаточно интересно сделаем монтажик надеюсь вам понравится так что ждите сейчас сейчас даже запишу какой-то текст даже не текстом наверно знаете синопсис продолжим мы тему адаптации в россиюшки конечно же поговорим о людях об обществе что у меня в голове к сожалению мне чуть-чуть будет стыдно перед теми людьми с которыми я говорил потому что я буду повторяться но все же сегодня хочется мне поговорить о том что мне не нравится в россии и на самом деле мне не нравится прям сильно сильно только две вещи начнем самый обычный самый простой первая вещь это экология я с города ростова-на-дону в питере это не так сильно чувствуется но в ростове и особенно в моем самом родном городе кстати если кто-то меня слушает из новочеркасска я буду очень сильно удивлен хотя знаю что один подписчик у меня есть кто-то из новочеркасска вот экология там невыносимо плохая невозможно дышать грязь пыль это конечно же удречает в америке такого не было и это мне не нравится потому что я все-таки такой человек мне не сильно важны какие-то богатства я не стремлюсь к этому но экология природа меня интересует я люблю находиться в чистых местах и чистых местах не в плане того что там ровная плитка хорошая дорога просто чтобы хотя бы можно было дышать в этом например заключается большая проблема россии и кажется что с этим никто не хочет бороться да и вообще у нас власть понимаете кстати со второй во второй проблеме поговорим власти ладно и мы тогда сразу переходим ко второй проблеме вторая проблема очень огромная они мы сейчас поговорим обширно это национальные куколдизм я уже как-то это затрагивал но все же хочется сейчас поговорить очень очень обширно об этом в деталях будем пробивать лоу кики по либералам по власти да вообще по всем у нас вообще анахия на самом деле в каком-то культурном плане мне россия сейчас напоминает 19 век конец 19 века до революции когда было декаданство когда культура сильно падала когда в принципе всем было пофиг дворцы строились сами понимаете люди также скатывались в какую-то чернуху разврат если вам кажется что только в нашем промежутке времени такое происходит на самом деле если почитать те же всякие рассказы серебряного века поэзию просто историю ты поймешь что на самом деле история в каком-то плане циклично очень странно мне наблюдать как власть наша работает с информацией как она работает с детьми подрастающим поколением потому что все-таки в америке в этом деле гораздо лучше преуспели у них наверное самые лучшие какие-то психологи самые лучшие маркетологи они умеют создавать хорошую иллюзию чтобы вообще так сказать нагибать весь мир поэтому и у нас в россии на самом деле очень много людей топят за запад я в своем видео пара америку об этом достаточно мне кажется сказал многие люди считают что америка это их настоящий дом настоящая родина они хотят все туда попасть потому что там кажется что все уютно как минимум из-за кинематографа из-за каких-нибудь даже youtube видео я считаю потому что не включать в эту какую-то пропагандонскую машину youtube будет очень сильно нелогично прожив в америке какое-то время ты понимаешь ее минусы и ты знаешь куда можно давить если ты бы хотел как-то унизить эту страну но наша власть сделать что-то совершенно непонятное создает какие-то глупые для думающих людей сюжеты навязывают какие-то вещи которые не имеют никакого смысла и понятно что люди молодые просто не верят в это все они полностью дискредитируют власть государства какие-то хорошие новости в сторону россии и они понимают что они живут в этой гиперреальности где в принципе непонятно где правда где неправда и ладно бы еще россия была какой-то такой страной где в принципе нету хорошей богатой культуры да но у нас она есть и когда ты читаешь литературу русскую ты понимаешь куда можно надавить чтобы как бы хотя бы людям навязать что у нас есть принципе чем гордиться но этого не делается во власти это совершенно не делается они тратят деньги непонятно на что мне кажется потому что и люди которые работают в этой пропагандонской машине сами не верят свою страну сами не хотят ничего делать они выдумывают какие-то непонятные сюжеты знаете как это видно вот давайте мы возьмем голливудские фильмы да какие-нибудь куда ставят персонажа вместо белого черного как у них называется в америке minority токен то есть токен меньшинства которые нужно поставить тупо чтобы показать что мы прогрессивные и заметьте что часто вот этот черный персонаж либо женский персонаж многих людей бесит потому что он просто туда не вписывается либо он так прописан что не верится то есть это ощущается какой-то глупостью то есть вы сразу понимаете что этот персонаж был сделан таким потому что это прогрессивная повестка у них это просто потребовали и даже люди которые сценаристы там продюсеры режиссеры они в это не верят то есть они не верят например феминизм они не верят скорее всего в хороших черных персонажей то есть это сделано искусственно и поэтому люди ощущают вот эту фальш на самом деле я так на это смотрю и каждый раз когда человек делает не от души а просто потому что нужно так сделать и он сам не верит в эту идею образуются вот такие вот глупые сюжеты глупые фильмы глупая пропаганда потому что у нас нету веры в нашу страну у власти мне кажется тоже ее нету дают сколько могут пока возможно и все если вам кажется что я например верю в какой-то какую-то нет не такое государство у нас то что она борется за нас на самом-то деле нет я сюда приехал не из-за этого я знал куда я приезжаю я сюда ехал из-за людей мне нравится наша культура потому что я ее изучил я про нее почитал мне понимаете когда я там пожил я понял что от себя не убежишь в том плане что твой культурный код он всегда с тобой ехав ехать куда-то где-то в принципе никто душой ты ощущаешь себя никем это не вариант поэтому мне хочется чтобы у меня в стране все было хорошо и знаете самое большое отличие между русскими вот наверно ново русскими сейчас скорее всего скорее всего не ново русские только виноваты у нас все-таки есть такой порог мы всегда хотим куда-то скорее всего уехать так часто было и в девятнадцатом веке опять же из-за того что я читаю очень много литературы серебряного века это так сказать этот исторические промежуток мне более-менее известен то есть когда-то мы подражали франции многие хотели уехать во францию того же достоевского из персонажей которые проклинают россию как можно как можно проклинать ее всеми словами также как любой современный либерал сейчас то есть полнейшая русофобия неадекватная но к чему я это все веду человек который живет в америке в европе часто хочет изменить все в себя в стране он не эмигрирует он хочет поменять свою страну и многие страны не были всегда хорошими странами в плане экономики такого не происходит даже америка переживала великую депрессию даже европа очень часто страдала но не всегда люди просто брали и эмигрировали они считали так что это моя страна нужно ее как-то поменять то есть здесь делать хорошо у себя на родине да это сделать практически невозможно скорее всего в данный момент но опять же вот видите жизнь в питере вы услышали машина проезжала хорошая спиде гонщик у нас там скорее всего проезжал вот в двойне однако мне неприятно все это осознавать что большинство людей просто хотят уехать куда-то потому что как минимум в моей практике иммиграции и практике других людей как мне кажется это ловушка то есть ты туда уезжаешь и настолько попадаешь другой мир не в плане экономических благ а именно культуры культуры что тебе становится нехорошо как я вот часто говорю и на самом деле когда ты разгадешь человека который жил в другой стране либо пытался эмигрировать то он тебя понимает с пол слова самая парадоксальная заключается в том что большинство людей которые топят за запад которые хотят эмигрировать туда никогда не были там это очень частичная практика они в принципе обычно находится в каком-нибудь регионе они нормально не могут рассуждать вот даже разница между ростовчанами и питер с питерскими пацанами заключается в том что все таки в питере люди имеют больше доступа для того чтобы путешествовать как минимум в европу и поэтому здесь люди может быть кто-то хочет эмигрировать но нету именно вот этой неадекватной оценки другой страны то есть вот запада в регионах люди не путешествуют сидят у себя и строят какие-то себе сказки если продолжать полнейший провал власти в плане медийных каких-то сфер хотя с другой стороны возможно власти и выгодно чтобы люди были совершенно деморализованы но это наверное тема для другого подкаста то есть на это можно посмотреть с другой стороны если подумать так сказать глубоко скорее всего все таки люди же сидящие там не совсем дурачки возможно это просто сделано так потому что так оно должно быть но здесь другая выявляется проблема из-за того что у нас нету какого-то нормального вещания в плане культуры на массы у нас просыпается национальный куколдизм по-другому я никак не могу назвать у нас этот куколдизм выражается в том что кстати я надеюсь это слово не будет скоро запрещено потому что ну как вы понимаете мы же все толерантные люди и скорее всего это слово тоже будет запрещено в использовании как и многие другие слова вот но к чему я веду у нас люди имеют менталитет людей которые знаете живут в трущобах и хотят попасть в элиту элита это например америка а россия это трущобы и знаете для меня еще была такая вещь я вот когда-то слушал да и до сих пор слушаю американские бывает какой-нибудь хип-хоп такое полуанды гаунды в этом случае наверное если вы знаете ела вульфа такой есть артист он например жил в лос-анджелесе то есть в элитном городке и уехал обратно в алабаму и там в алабаме он смог показать жизнь через свой бренд который назывался лумер с умерика вот он показал эту жизнь и маленького городка как-то круто он сделал прямо бренд который гордится жизнью обычных людей которые живут не совсем богат а понятно что он сам то богато живет но все же он попытался как-то продвинуть вот свою свой 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 маленький кружок откуда он вырос и вот мне кажется мы тоже можем этим заниматься вот послушайте меня в данный момент экономические россия отстает очень сильно и по многим другим технологическим вещь вещам тоже но это просто факт конечно мод недавно сделали вакцину которую все хвалят во всем мире и хотят ее покупать но все же если мы обобщим все мы чуть-чуть отстали это факт и ладно экономически мы отстали но можно же гордиться чем-то другим и например мы можем гордиться тем что у нас есть какая-то духовность я знаю что это уже такой мем до душенька живи в нищете но я не про это я про какие-то замечательные произведения литературы я про то что у нас есть какой-то уникальный стиль жизни который мне кажется неповторим во многих многих местах я сейчас говорю не только наверное про россию да и вообще про страны снг это так каждый человек который пожил других странах пытался ассимулироваться понимает о чем я говорю этим нужно гордиться в том плане что мы можем показывать людям в лицо какие мы другие с хорошей классной стороны именно вот с этой маркетоловской стороны понимаете маркетоловской не знаю есть такое слово нет но все же мы можем это показать круто как например черные показывают свое гетто с классной стороны пафосной стороны я ни в коем случае не сравниваю черных с русскими это неправильное сравнение я знаю что многие так делают но это неправильно и мне кажется вот так бы поступили люди, которые хоть и живут бедно, но все же имеют в себе искру страсть. А вот нацкуколды, они что будут делать? Они будут постоянно жаловаться, они ничего не будут делать, и они только будут мечтать побыстрее бы уехать куда-то за границу. И там жить. Им будут давать какие-то пособия, возможно, либо они будут зарабатывать на новую PlayStation 5, и на этом их жизнь будет офигенная. Можно еще, конечно же, взять новую машину в лизинг, и в своем мельке маленьком жить, изоляционном мельке, и все, на этом конец. А то, что ты там где-то родился, какая-то у тебя была культура, это не важно. Но, как я говорил много раз, от этого не избежать. Конечно, я же понимаю, что люди могут передвигаться по миру сейчас более-менее свободно, есть пути иммиграции, и скорее всего с какой-то потребительской, чисто материалистической стороны, их можно просто уехать, и будет хорошо в этом плане. Я понимаю. Но, мне кажется, такой настрой у большинства людей, опять же, из-за того, что мы вообще людей нормально не учим философии, истории. То есть, это все для галочки. А почему мы не учим этому? Потому что, в принципе, для рынка это не нужно. Это не нужно со стороны именно эффективности. Эффективности капитализма, прибыли. Потому что ваша философия, какие-то духовные размышления не приносят никаких денежек. Этой стране нужны маркетологи, в первую очередь. Поверьте, я еще сейчас работаю, я вижу, что все замешано на продажах. Работ с продажами дофига. То есть, если вы умеете продавать, в принципе, вы можете зарабатывать какую-то денежку. Я, конечно же, еще со знанием английского языка могу этим заниматься, но пока не занимаюсь, потому что мне хочется попробовать заняться тем делом, которое для меня в данный момент привлекательно. И напоследок хочется сказать про лидеров мнений. Знаете, я иногда натыкаюсь на какие-то видео, где проходят всякие интервью, интервью всяких феминисток, Ксении Собчакас, вот этих всех людей. Я с ними не очень хорошо знаком, так как моя взрослая жизнь все-таки прошла в Америке. Я вот не шарю в этих всех именах, но просмотров много. Иногда я замечаю такие высказывания от этих людей, то, что у нас в России вот такая-такая проблема. И когда я это слышу, мне что не нравится. Они так подносят это, что данная проблема, она уникальна только для России. Но на самом деле многие проблемы, которые вам не нравятся здесь, они происходят во многих других странах. Пожив за границей, когда я это слышу и знаю, что я именно с такой же проблемой сталкивался там, что люди сталкиваются с такими проблемами, меня это в принципе удивляет. Что меня больше всего удивляет с нашим каким-то неоколониальным взглядом. Вот давайте чуть-чуть еще поговорим за феминизм, кстати говоря, если хотите. Это тоже, мне кажется, отличный пример. Я как-то сидел, монтировал, точнее не монтировал, а пытался делать 3D-анимацию, и я поставил стрим Андрея Замая, я слушаю иногда вот этих парней с антихайпа, и он смотрел интервью, не то что интервью, а какое-то видео, связанное с никсель-пикселью, такая есть феминистка. Опять же, я ни одно видео не смотрел, но просто на фоне играло. Я послушал эту девушку, я понял одну огромную проблему, которая происходит с феминизмом в России. Понимаете, эти люди, они берут, начитываются какие-то блоги, каких-то феминисток с запада, где в принципе другой строй, другая история, другие традиции, другие проблемы на самом деле, и хотят их перевести сюда, они даже не имеют нормальных русских терминов для многих вещей, то есть там абьюзинг, типа там relation, то есть все эти термины, они в принципе взяты оттуда, человек не использует русский язык практически вообще, и он начитается проблем там, и хочет их перенести сюда, хотя их тут в принципе нету, у нас в России достаточно такой неплохой матриархат на самом-то деле. и многие проблемы, которые феминистские хотят решить, и они существуют, они в принципе не связаны с женщинами, они связаны именно с системой экономической, то есть эксплуатация человека, все какие-то там насилия, они не смогут решиться феминизмом, они все-таки смогут решиться сменой системы, нашей экономической системы. Я не то, что намекаю на что-то, просто если вы хотите порешать многие проблемы, связанные с эксплуатацией, с какими-то абьюзингами в кавычках, то тогда феминизм тупо это не решит. Очень печально смотреть, когда берут, живут головой в Америке, потому что Америка выпускает очень много контента, там огромная медиамашина, и люди, живя головой там, пытаются решать проблемы здесь, хотя нужно смотреть по сторонам, нужно смотреть, как обычные люди живут в Россиюшке, для того, чтобы решить проблемы в этой стране, не надо смотреть западных блогеров, и переносить их ценности сюда, мы совершенно другие люди, хватит пытаться изменить наш какой-то культурный код, это неправильно, оно просто не сработает, и посмотрите, так везде оно работает, вот этот национальный куколдизм, колониальный менталитет, то есть мы колония, да, в каком-то плане Америки, мне кажется, это очевидно, как минимум в культурном плане, он не сработает для улучшения этой страны, так же, как не получится улучшить эту страну экономически, если вы полностью будете копировать американскую систему, потому что, если вы копируете систему, которая была создана Америкой, то очевидно, вы в этой системе будете всегда догоняющим, так оно работает, но знаете, есть позитивная какая-то тенденция, мне кажется, все больше и больше людей понимает, что переехав в другую страну, это не выход, нужно что-то менять у себя, и я надеюсь, этот национальный куколдизм, он закончится, потому что, заметьте, есть люди, которые, ну, мне кажется, либо они очень сильно потерянные, либо психологические больные, которые считают своим долгом унизить Россию, и они не унижают, например, власть, что, конечно же, рационально это сделать, я сам не сторонник, но они также унижают все русское, то есть людей, все тут плохие, это, мне кажется, на грани сумасшествия, и с такими людьми очень сложно общаться, при этом, эти же самые люди общаются с другими же русскими, на русском языке, они жалуются таким же русским людям, которые здесь родились, поэтому, проблема с самоидентификацией, национальный куколдизм, печалька, наверное, самая большая проблема России для меня сейчас, я надеюсь, это постепенно будет меняться, люди начнут все больше и больше думать, но, наверное, чтобы это произошло, мы должны дальше пройти этот период декаданства, когда культура падает, скорее всего, будут большие перемены, мне кажется, в это десятилетие двадцатых годов, так что ждем, смотрим, вперед, как говорится, с нами солнцелики. И косвенно, наверное, этот подкаст можно завершить темой про страх, потому что страх все-таки негативная эмоция, и как любая негативная эмоция, люди хотят перестать ее чувствовать, люди стремятся к стабильности, и, к сожалению, люди разучились чувствовать боль, чувствовать страх, чувствовать, короче, негативные эмоции, и понимаете, эта эмоция в нас заложена не просто так, и в ней есть какая-то функция, и, например, у меня очень часто есть много иррационального страха, я даже вам сейчас скажу так, у меня присутствует чувство тревоги, и с возрастом оно даже, наверное, становится иногда хуже и хуже в какие-то времена, у меня есть проблема в том, что днем, например, я чувствую себя хорошо, а ночью я могу почувствовать какую-то тревогу, мне ночью нужно быть очень таким, знаете, социализированным человеком, я поэтому и, наверное, люблю социализироваться, потому что я люблю общаться с кем-то, я люблю знакомиться, для меня это энергия, в принципе, и я вам тоже советую этим заниматься, знаете, ходить на встречи с незнакомыми людьми в, конечно же, публичных местах, а то, мало ли, какие-то незнакомые люди, это хорошо, потому что вы иногда можете встретить, конечно же, странных людей, но иногда людей, с которыми очень интересно пообщаться, вы с ними пообщаетесь, зарядитесь энергией, и жизнь уже не будет казаться такой плохой, и, знаете, каждый раз, когда меня накрывает чувство нерационального страха, оно, конечно же, происходит по многим причинам, то, что я останусь один, то, что я не смогу найти работу, которая будет мне приносить удовольствие, не деньги, а именно удовольствие, в первую очередь, то, что у меня что-то не сработает, оно у меня иногда, конечно же, присутствует, и раньше меня оно убивало, но я постепенно научился любить это чувство, потому что я его принял, что оно существует, и каждый раз, когда оно у меня происходит, я знаю, что сегодня я себя так чувствую, и если я не буду вести себя деструктивно, то есть начинать срываться на всякие вещи, мы знаем, о каких вещах я говорю правильно, пить алкоголь, входить в какие-то зависимости, делать какую-то полную нерациональную фигню, если я просто пережду это чувство, то, например, завтра у меня будет очень много сил, у меня организм, в принципе, восстановится, и будет хорошо, я буду продуктивным человеком, но к этому моменту надо прийти, это прям, знаете, как практика, то есть нужно тренировать свой мозг, это, наверное, на грани с буддизмом, потому что буддизм именно учит тебя контролировать свои эмоции, принимать их, не просто избегать, понимаете, избегать эмоции это нехорошо, то есть, к примеру, давайте я вам скажу один минус того же человека, который учит многих парней, как вести себя женщинами, не будем называть его канал, но все же, он часто рекомендует просто отказываться от эмоций, то есть не любить, полностью быть каменным человеком, и все будет хорошо, и он совершенно прав, это адекватная позиция, правильная позиция, но знаете, есть такая вещь, как человеческий характер, человеческие эмоции, и без этих эмоций, мне кажется, жизнь будет очень скучная, и нерискованная, и часто хочется поддаться этим эмоциям, не в плане того, что, не знаю, заниматься, опять же, какими-то плохими делами, а просто вот захочется полюбить кого-то, да, и мне кажется, что человек может после какого-то опыта понимать, как себя вести, чтобы не полюбить человека, но без любви мир очень скучный, на самом деле, и даже понимая тот факт, что если ты полюбишь, ты сможешь как-то повредить себя в итоге, то, что от тебя уйдут, что-то не сработает, заставит вас задаться таким вопросом, а нужно ли мне вообще любовь, нужны ли мне отношения, и с какой-то стороны, в какой-то определенный момент, лучше, конечно же, этого не делать, особенно если вы пытаетесь развиваться, но, когда вы уже решились на отношения, мне кажется, что нужно все-таки податься этому чувству, не в плане того, чтобы стать подкаблучником, вести себя нерационально, а нет, просто чувствовать, чувствовать это хорошо, эмоции это хорошо, и проблема каналов, которые учат пикапу, которые учат, как вести себя с женщиной, наверное, заключается только в том, что они не решают проблему вопроса отношений, потому что они просто вам предлагают не чувствовать ничего, то есть в каком-то плане вы даже не вступаете в отношения с человеком, вы вступаете в какой-то манипулятивный договор, то есть вы манипулируете человеком, вы не показываете какие-то эмоции, играете на его эго, вы заставляете его переживать, и вы, конечно же, находитесь в доминирующей позиции, все хорошо, но, понимаете, это очень сильный топорный подход к отношениям, то есть многие люди так, окей, буду себя хорошо чувствовать, но это не решение вопроса отношений, согласитесь, потому что отношения – это эмоции, и мне кажется, что нужно научиться именно любить, чувствовать какую-то эмоцию, но также с ней как-то справляться, то есть как-то миксировать это все, полностью отход от эмоций – это убивает отношения, поэтому самый, наверное, классный какой-нибудь психолог, не психолог, не знаю, консультант, наверное, по отношениям будет тот человек, который сможет не просто вам сказать, ну, не чувствуйте ничего, не нужно любить, а тот, который как-то сможет вам объяснить, как любить, но при этом и не скатываться в полное говно. Вот. И то же самое я хочу сказать про страх, про какие-то негативные эмоции, нужно научить их, научить себя любить эти эмоции, и получать из них какой-то позитив в итоге, потому что то же самое чувство страха, оно у вас есть, потому что вы понимаете, что нужно что-то делать в данный момент, нужно как-то двигаться, чтобы не упасть в пропасть, правильно? То же чувство злости, оно может быть вообще очень сильно позитивным, потому что вдруг вы чувствуете злость из-за того, что, например, у вас есть семья, и кто-то хочет причинить ей боль, и у вас появляется чувство злости для того, чтобы защитить их, то есть это нормально. Понимаете, все эти чувства, можно относиться к ним по-разному, потому что, если чувство, например, стресса и страха заставляет вас скатываться в зависимости, это, конечно же, нехорошо, но если чувство стресса и страха также заставляет вас быть продуктивным, потому что вы ловите эту эмоцию и заставляете себя делать что-то, вы используете это, в принципе, как бензин для вашего творчества, для того, чтобы найти новую работу, для того, чтобы учиться, то это хорошо. Просто все зависит от того, как вы смотрите на эти проблемы. И знаете, с какой-то стороны это очевидные вещи, которые я говорю вам, но опять же, для многих людей эти вещи может быть какие-то новые, плюс, скорее всего, со страхом и эмоциями, я чуть повторяюсь, я часто об этом говорю, но извините, этот юбилейный подкаст не вышел такой хороший, как мне хотелось бы, сейчас 2 часа ночи, я пришел с улицы, просто хочу вам записать, но смотрите, все эти проблемы, я вам гарантирую, идут в первую очередь, то, что люди не могут как-то разобраться со своей жизнью, не знают, что делать, потерялись, из-за того, что у нас нету нормальной духовной практики, и я сейчас не про религию, не про каких-то апостолов, и пасторов, и христиан, и мусульман, я не про это сейчас, я в первую очередь, то, что нету нормального обучения, обучения, например, философии, потому что философия, в принципе, хотя бы не дает вам ответы на жизненные вопросы, но хотя бы заставляет вас задуматься, взглянуть на разные проблемы под разным углом, это очень важно, духовная практика в этом плане, и тогда вам будет легче жить, понимаете, не надо заниматься вещами, которые только, то есть, не надо заниматься только вещами, которые приносят вам прибыль, иногда нужно заниматься вещами, которые просто вам дадут какую-то гармонию жизненную, которые дадут вам направление в жизни, не дадут вам никакого профита, но все же заставят вас задуматься, аналитический ум, критический ум, это очень важно, поэтому такие вот дела, еще хочется, конечно же, вам сказать за воздержание, я думаю, что только воздержанцы смогли дослушать мой бред сегодняшний до вот этого момента, от этой темы, как видите, я постепенно ухожу, мне есть еще что сказать на эту тему, но все же, тут у меня остаются два варианта, либо найти себе, можно сказать, такой сайт income с консультациями, сразу вам говорю, что мне обращались на люди, спрашивают, сколько мне стоит консультация, я даже не знал, что ответить, потому что я ими не занимаюсь, но все же, я прошел через этот путь, и я мог бы кому-то помочь, так что возможно, если вам хочется поговорить с кро, на эту тему, какую-то сумму, я смогу с вами сделать это, вот, и еще на эту тему, будут просто связанные ролики, с каким-то вебкам моделингом, потому что это большая тема, спор на индустрии, вот, на эту тему мы, конечно же, с вами еще будем разговаривать, поверьте, мне, короче, спасибо, что послушали этот подкаст, сейчас 2 часа ночи, я начинаю засыпать, я чуть подустал, все-таки новый город, большой город достаточно, а вы знаете, кроме Нюнис, еще тот селюк, поэтому, еще раз повторяю, спасибо моему сообществу, я реально вам говорю, потому что, я вам, вот, для кого-то я, не говорю это просто виртуально, типа, спасибо подписчики, я реально встречаюсь с людьми, встречался один раз в Америке, несколько раз встречался, в Россиюшке уже, будет у нас, скорее всего, сходка, я знаю, что я обещал, также, я дико извиняюсь, кому я не отвечаю в Телеграме, честно говоря, пишут достаточно много людей, у меня просто нету времени, и сил иногда отвечать, либо входить в разговор, потому что, когда я разговариваю с человеком, я полностью отдаюсь этому человеку, как минимум, я пытаюсь выслушать его, ответить как-то интересно, поэтому для меня это тоже какая-то трата энергии, иногда просто ее нету, и нету настроения разговаривать, я вам честно скажу, поэтому извиняюсь, если кто-то не получает от меня ответа днями, и либо я вообще потом уже забываю, либо нету времени, короче, вот как-то так, спасибо, такой вот вышел сумбурный подкаст, ждите хорошего, такого, объемного, более-менее видео, скоро, пока.